В Люберцах подвели спортивные итоги ушедшего года. Героев спорта и тренеров, воспитавших настоящих чемпионов, чествовали в Большом зале Дворца спорта «Триумф». Имена лучших спортсменов 2023 года узнал Богдан Колесников. В зале собрался весь цвет люберецкого спорта. Победители – призеры международных соревнований, финалисты Кубка России и Кубка Европы. Самые сильные, ловкие и быстрые. «340 – это фактически каждый день в течение года шли соревнования, состязались наши спортсмены, приезжали с других городов, с других регионов. Хочу пожелать всем, каждому коллективу, каждому спортсмену лично, семьям вашим, только идти вперед, развиваться, набираться сил. И, конечно же, чтобы новый 2024 год был для нас успешен, результативен и такой же яркий, интересный был, как в 2023 год». Дворец спорта «Триумф» по праву называют центром спортивного притяжения. За 12 месяцев здесь провели более 100 соревнований. Они объединили 25 тысяч спортсменов из разных регионов и стран. Многие турниры стали традиционными. «Более 20 всероссийских соревнований, которые включены в единый календарный план Министерства спорта России, были проведены у нас в округе. Это рекордное количество соревнований и самый большой охват как по количеству участников, так и по количеству зрителей. У нас большая история, у нас большая плеяда наших чемпионов, которые давали действительно сильный базис и заложили сюда сильным духом наших спортсменов». Подводя итоги года, чествуют спортсменов, показавших высокие результаты на соревнованиях. Член сборной команды России по греко-римской борьбе Вадим Драгушан летом завоевал золотую медаль на первенстве Европы среди спортсменов до 16 лет. За последнее десятилетие это первый люберецкий борец, который стал победителем соревнований такого уровня. Вадим Драгушан и его наставник Станислав Есин в номинациях «Спортсмен года» и «Тренер года» стали победителями. «Честно говоря, очень неожиданно, очень приятно. Пользуясь случаем хочу сказать спасибо всем, кто помогал нам в подготовке, участии в соревнованиях, в тренировочном процессе. Сезон подошел к концу, но со следующего года мы не расслабляемся, мы тренируемся дальше и будем представлять наш городской вокруг на соревнованиях высшего уровня». «Эта награда для меня очень важна, оценили мои спортивные заслуги, очень рад. Также хотелось поздравить всех с наступающим Новым годом. На будущий год, скорее всего, уже перед чемпионатом мира будем стремиться больше». За высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие физической культуры и спорта отметили более 50 спортсменов и тренеров. Им вручили награды от Совета депутатов, окружной общественной палаты и спорткомитета. «Лучший футболист городского округа Люберцы в 2023 году. Первый раз получаю такую престижную награду в нашем городе. Очень доволен тем количеством соревнований, которые были у нас в городе, в городском нашем округе Люберцы. Очень надеюсь, что я подаю хороший пример для нашего молодого поколения. Им будет это приятно, особенно моим воспитанникам. Хотел бы пожелать всем в новом году больших успехов, достижений в нашем спорте». «Мне сейчас очень приятно, что я пошел к одному из трех мастеров спорта мирового класса Зуеву Александровичу. И он меня многому научил. И вот эта награда даже, я считаю, круче, чем вот эти два пояса. Потому что я один из лучших в Люберцах». За вклад в пропаганду физической культуры спорта и здорового образа жизни на территории городского округа Люберцы наградили и команду ЛРТ.